всем привет добро пожаловать на мой канал начинаем новый влог начну его с того что расскажу что к нам приходится сегодня мастер остановил нам глазок также он принес счет и могу сказать что у нас теперь появился шпион смотрите вот новый наш глазок на дверь мы любим все такое сенсорно видите как она теперь будет у нас смотреться можно делать фотографии настройки есть время можно установить в общем все как надо вот так вот он будет выглядеть выглядеть точнее не будет так вот изнутри все удовольствие нам обошлось в 90 евро по-моему до 90 евро ну и за дверь нам насчитали 1658 евро сейчас я возьму счет до 1658 евро то есть получается что его работа стоила 180 евро до нас доехать 20 евро и то что он забрал старую нашу дверь то 15 евро ну это все остальное это стоимость двери ну вот и получается что 1658 евро как я сказал но он нам сделать скидку мелочи приятно в 58 евро за то что Ваня помогал ему там что-то носил или что он там делал вот так вот сейчас мы собираемся и поедем попробуем съездить торговый центр соседний город у нас в Монхайне все по записи а в Людвиг Сафоне вроде так можно проходить потому что я посмотрела на сайте да написано что в Водвиг Сафоне можно без очереди ну в общем если что-нибудь куплю или там получится что-то заснять я обязательно засниму ну что мы приехали машин много на парковках сейчас узнаем как пускают потому что я читала что в некоторых городах прям все строго смотрят прописку этого города на паспорт еще паспорт должен хоть что-то заполнять ну сейчас узнаем как запускают тут и вообще можно ли попасть в магазин или придется стоять в очередях зашли придется ехать на низ но цена вон людей вроде не сильно много наверное что-то как-то мы вниз начали спускаться и люди появились появились в общем погорячилось я сказал что мы здесь стоим ждем чего ждем непонятно куда они туда везется захотеть с улицы посмотрим куда попадем очереди это какой-то очереди это какое-то сумасшествие людей много сначала ждешь на улице потом проходишь вовнутрь страшное дело ну что мы внутри посмотрим что-то можно взять нельзя вчера забыла записать о том как же мы все-таки сходили по магазинам в Людвигславе нет в торговом центре не помню как он называется но там один или два там где он расположен на ЦНД те кто же узнает в общем проблем зайти в магазины нету в ЦНД вчера была очередь но она достаточно так быстро прошла буквально перед нами было там наверное ну человек 15-20 но они оперативно позаходили скидок там нет но только так выборочно мою супругу взяли там для работы необходимо было такие типа как две жилетки и все они вышли они так стоят по 10 евро каждая мы заплатили 20 евро как заплатили 6 евро ну отлично а так вообще на детской никаких распродаж нету ну уже все раскупили это понятное дело в другие магазины можно было заходить свободно в ЧНД можно было заходить свободно в Пикенклопенбург можно было заходить свободно никаких очередей ничего я очень надеюсь может быть у нас сегодня еще получится поехать немножко походить по магазинам я хочу в Тикаймак зайти посмотреть что там да как там понятное дело что уже все что было на скидках будет раскуплено но в принципе это не столь важно ну и вообще немножко прогуляться правда у нас погода то ли ураган какой-то то ли что я сегодня проснулась от того что на балконе такой грохот ну короче все что было на балконе смело в правую сторону и все сейчас там бедлам творится ну это и фигня как то надо заставить себя пойти клеить обои но мне так лень не представляется шуми с голосом но надо потому что никто это кроме меня не сделает нанимать кого-то ну во первых смысла не имеет там чуть-чуть осталось поклеить во вторых мне это не сложно и в третьих я на этом отвлекаюсь в четвертое тоже конечно же экономить деньги но не знаю сколько там поклеить обои наверно наш зал мы бы отдали за поклейку обои 300-400 евро это стабильно это минимум потому что стены вот такие вот никакие пошла я допивать кофе и заниматься буду делами все-таки вышли мы из дома сейчас были строительные магазины обои купили там по мелочи шпаклевку и такое все сейчас пойдем идем в мебельный магазин а потом может быть Тикай Макс за вещами пошли посмотрим я тебе это его подарю розовенький кстати а если поставить реально диванчик в эту в детскую вот этот тут прикольный же эти розовые ну ладно нам нужен нам нужен коврик в прикошку какое вот этот вот этот а вот этот смотрите прикольно с обушками ой смотрите с котиком с цветочком именно такое 20 евро стоит 20 евро коврик то в ёршик за 20 он то коврик за 20 смотри прикольный ну типа какой-то ну не знаю нет что дорого ну блин не дешево ну что не дешево вот 9 а там 20 да вот смотри давай собачка возьмем а Маша заценит ну это не то ну смотри давай это снаружи ну не внутри снаружи за 20 евро снаружи что делать капец вообще ну ковры и снаружи потом что-нибудь что-нибудь снаружи ну реально классно ковер ну реально классно дорого за 20 евро коврик ну дорого же правда ну для ванной коврики нам они тоже нужны у нас нету у нас был темы о помнишь у нас такой вот был ну да согласно похоже 7 евро о дорого-богато кому забирается давай какой-нибудь поярче у нас там все ванна серая такая тусклая грустная ну тут как-то выбор не очень надо смотреть чтоб их можно было стирать давай в этом в тихой макси еще посмотрим там же есть прикольное бывает нам надо что-то типа вот такого плана чтоб можно было его стирать спокойно в этой стиральной машине а ты же только по лесу аня тоже написано что типа ваш бар ну хорошо вот этот вот можно классный зато такой ну ты такой как у нас был на первом квартире в умрод когда мы на умрод жили ну смотри есть зеленый а синий не хочешь нет синий слишком такой синий а вот зеленый я не хочу зеленый такой у нас был вот такой вот у нас фиолетовый был только фиолетовый но тут черный возник черный со стразами я не хочу здраво ой какой смотри классный светленький пошли в запись вообще мы сюда приехали за потолочным карнизом и гардинами а сейчас надо коврик брать все что нужно и все что нельзя резко вспомнилось ох уж этот Ваня нашли будем брать карниз так нам же надо право и лево и закругляшки вот так что закругляшки а вон сколько стоят карнизы как то так нам еще крючки нужны крючки а в нички найди мне право и лево написано линкс да я понимаю право и лево так что мы только Машу берем да только Машу берем себе мы что-то закажем потому что нам большое надо нестандартное да но нам же нужно это а то в зал что-то мы на месте ждите Гэмак стоим тут очередь но я вам показывать не буду чтобы людей не показывать ну все придется подождать сколько сейчас время 17 посмотрим во сколько зайду зашли вовнутрь буквально пять десять минут постояли давайте вам чуть-чуть покажу что тут есть сумочки вот такие разные 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 прекрасные кошельки ремни вот Майкл Корс ремень 25 евро стоит 10 евро стоит такой ремешок прикольный смотрите какая рубашка прикольная у меня в этом случае нравится вот ну чё так вот а тут а тут уже всякий декор пошел на стрессе лампа Ральф Лаурен 40 сколько 40 50 евро о тоже всякие штуки давай бегемота возьмем знаешь что нам нужно? я хочу слона вообще смотри писа слоники сколько стоит 7 евро 7 евро 7 евро как прям коврик для этого? дверь что-то хочется как-то поярче а тут ничего нету подушечки подушечки ежедневники о ручки нам ручки нужны на шкаф? да ну такие же да ой с жуками нашла смотри да за машину а меня как всегда занесло в еду сейчас как всегда он несет сейчас ну о мальчик надо мальчик где с кастрюли со сковородками там на стенке тут ножа вот это фирма классная барбантия что это стоит? 25 евро нам такое не надо а вот и сковородки главное чтобы для индукционки подходила вот 17 евро сковородка подходит для индукционной плиты вот такая вот симпатичная а тебе зачем все ну мне ж нужна нормальная сковородка чтобы на ней готовить нужно было вот еще такая же у нас такая похожая по-моему была это 28 это тоже 28 сантиметров прикольно в общем ну вот такое вот целое а тут все для собачек и кошечек мы наконец дома давайте вам покажу что купили купили коврик все таки тут в прихожую за 20 евро вы видели его во влоге ну и вот давайте вам покажу что купили в этом в Тикай Максе Тикай Максе это магазин тебе представлены различные бренды там не только одежда продается но в принципе я вам поснимала немножко там продается и косметика сумки украшения детские игрушки товары для дома в общем все-все-все-все все-все-все в себе я практически ничего не купила давайте я вам покажу что купила что купили мужу может сделать себе вот такую вот кофту вот такую вот это фирма спайдер достаточно дорогая фирма в общем 12 евро ее цена была по скидкам уже а изначально она у них стоила 40 евро а так я не знаю сколько она стоит в магазине сейчас посмотрим может на ценнике написано а вот на ценнике на оригинальном написано что она стоит так вот 129 евро ну в принципе за 12 евро почему бы и нет далее вы уже видели два влога я вам показывала вот эту вот рубашку я ее там немножко примерила все-таки решила взять она мне понравилась правда ниточка торчит но это тоже ничего не проблема такая ну классная я буду сверху может таких легких сфотировочков накидывать или вообще под футболку надевать или отдельно носить она такая оверсайз это мужская рубашка это размер S но тем не менее она у меня все равно велика фирма такую я вот не знаю стоила рубашка 10 евро за нее дала написано что оригинальная цена 90 евро а в магазине она изначально продавалась за 25 евро ну тоже неплохая скидка получилась вот с радостью буду носить ох далее 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 мужа взяли кроссовки вот такие вот кроссовки ему купили мне понравились ему тоже понравились это у нас кроссовки вот так вот они выглядят натуральная где-то тут было написано да натуральная кожа замшел и белая это вот кожа в принципе неплохие кроссовки мы за них отдали где-то тут за них 49 евро 50 евро ну это дешево на самом деле потому что на официальном сайте примерно такие кроссовки 170 евро стоят ну если там есть скидка на них ну может быть минимум они будут стоить 64-65 евро вот отлично будет носить потом манюники взяли наши курточку купили не курточку такую как шубку сейчас вам покажу сейчас застегну надеюсь ей понравится ну мне нравится прикольная с капюшоном вот так вот она выглядит ой какой цвет у вас но она не нанесла оранжевая в общем смеха чебурашки скажем так но это зимняя зимняя либо на такую холодную осень внутри внутри я даже не знаю какую наполнитель сейчас почитаем не пишут не пишут не пишут но подкладка понятно что полиэстер не пишут ну в общем в любом случае в этом это шерсть сверху написано кстати да самое интересное что это шерсть в составе даже есть шерсть и это вот марка дизель вот так вот изнутри она выглядит очень крутая мне прям понравилось и кармашки даже есть с другой боку стоила она 24 евро мы закупили ее за 24 евро оригинальная цена стоит 288 а в магазине она продавалась изначально сейчас я отковыряю ценник интересно же посмотреть ого за дорого она изначально продавалась за 79 евро в целом я думаю что Машка подрастет чуть-чуть тут рост высокий какой тут рост стоит 128 сантиметров но обычно такие маломерки поэтому я думаю на следующую осень на начало либо конец она будет отлично точнее Маша будет отлично опять она такая вот крутейка здорово мне нравится интересно Маша понравится ну и то что мне было необходимо в принципе то зачем я ехала эта сковородка блинная классная она реально классная блистая просто вот такая вот вот для индукционной плиты она подходит даже в посудомойке можно и мыть диаметр 25 сантиметров стоила 15 евро ну слушайте мне нравится я такую фирму еще конечно не покупала никогда но 15 евро нормально пишут что оригинальная ее цена если бы в магазине я покупала 30 евро и она такая достаточно тяжелая вот вот и еще обычная сковородка барбантия барбантия фирма называется не знаю правильно вот 28 сантиметров мне была нужна потому что мои сковородки это полная ерунда может в следующем месяце больше просто не было я хочу такую же но может быть поменьше чтоб уже одинаковые были чуть-чуть коснутая ничего страшного вот вот 17 евро такая сковородка оригинальная цена стоит что 37 евро она стоит ну да они вот такие дорогие у меня у мамы по-моему я привозила тоже этой же фирмы сковородки ну у нее газовая плита и не обязательно индукционная но нам для всего опыта для газовой электрической керамической коллагеновой даже какой-то и вот индукционный ну вот такие вот у нас были покупки за все за все в текой максимум отдали 128 евро 17 центов вот такой вот у нас получился мини-шоппинг я представляю на самом деле что творилось в магазинах когда только они открылись там наверное очереди были вешеные но они были тоже высокие в целом вот это все что я вам хотела показать рассказать я буду заканчивать этот влог вы пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока и